Привет, с вами Ньярл, и это каст-матча между игроками Spirit of Asgard, который сегодня играет за технодесантника, и Келтос, который играет почему-то под другим ником, который играет за своего любимого Хаослорда. Это его основной герой, именно за этого героя он играет в большинстве турниров. Не знаю, там где я его видел, по крайней мере, он играл за Хаослорда. Spirit of Asgard, это была тренировочная игра между этими двумя игроками для какого-то турнира, по-моему, в котором Spirit of Asgard должен был принять участие. И, да, я не знаю, почему Келтос сменил ник на Аутарх, Пауквар Паутарх. Возможно, это какая-то насмешка над абьюзерами данных юнитов. Которые играют за Эльдар, очевидно. Ну, так или иначе, два замечательных игрока. Spirit of Asgard... Что? Spirit of Asgard пишет... Я не знаю ни одного хорошего билда. Это тупо. Ну, Москаута... А, да, это тренировочная игра, поэтому игроки обсуждают билды. Да, потому что Spirit of Asgard собирался идти, как я говорил уже, на турнир. И поэтому он хотел перед этим потренироваться, потому что, похоже, он в основном играет два на два. И он не очень знаком с билдами один на один. Да, можно включать музыку Бенни Хилла. Космодесантники Хаоса вокруг небольшого куска камня бегают от плейлистов. И сейчас они получат последние несколько пинков и убегут. Spirit of Asgard вместо своего предыдущего билда, который мы видели в других его матчах... Там он шел в двух скаутов со снайперками. Он делает Девастаторов. Это замечательный юнит, отряд. Конечно, это замечательный отряд. Чтобы его законтрить... Хотя да, Калтусу будет довольно несложно его законтрить. Учитывая, что у него есть этот Хаослорд. То есть он при желании может его просто протаранить. Конечно, он при этом понесет огромный урон. И если там у Девастаторов будет поддержка, он уже... он умрет. Так что Калтусу придется или делать еще один отряд еретиков, чего он... Я не думаю, что он может себе такое позволить. Точнее, ну, ему не стоит так делать, я думаю. Потому что... На этих космодесантников Хаоса он уже потратил довольно много денег. И его главным штурмовым отрядом будут являться эти... один отряд этих еретиков. Когда он выдаст им, конечно же, гранатометы. Я не думаю, что он не выдаст им гранатометы. Конечно, он может попытаться использовать своего Хавока и с его помощью пытаться удержать территорию. Техмодесант не сумел поставить мину. Ему была выдана броня, которая дает ему огромную регенерацию. И мины. Это очень мощная броня. Очень полезная. Еретики... Кстати, очень популярный прием среди хороших игроков в один на один. Посылать один отряд, просто ходить и капать точки, пока остальная армия сражается с соперником. Я считаю, что это очень полезно в один на один. Я сам постоянно, каждый раз, когда я пытаюсь играть в один на один, я забываю об этом. А если я пытаюсь что-то подобное сделать, то я обычно просто забываю про отряд, и его в конце концов убивают. Эти девастаторы начали стрелять по Хавокам раньше, чем Хавоки начали стрелять. Поэтому Хавоки сейчас бегут, они потеряли одного члена отряда. Скауты перекапывают за еретиками, еретики перекапывают в ближайшую точку влияния. И сейчас, конечно, у Спиритов Асгарда побольше энергии, у него намного больше прирост энергии. У Спиритов Асгарда прирост энергии плюс 54, у Кэлтоса плюс 29. И эти еретики таранят девастаторов, смогут ли они это сделать? Я думаю, они смогли бы, если бы захотели. Они потеряли не так уж всего двоих. Конечно, с другой стороны, что это не имело смысла. То есть, девастаторы просто подступили, не потеряв ни одного члена отряда, и всё. Один космодесантник Хаоса погиб. Эти девастаторы пока что были очень полезны для Спиритов Асгарда. И Спирит заказал огнемёты своим тактикалом. Это позволит ему... Я хотел сказать, что это позволит ему Хараси и генераторы. Но дело в том, что у Кэлтоса нет генераторов. Очень странно. И Техмарин, у него огромный дальнобойный урон. За каждый выстрел он убил одного из этих космодесантников Хаоса. Сейчас в каждом отряде осталось по одному человеку. Он ставит мину прямо у себя под ногами. Если бы эти космодесантники Хаоса продолжали с ним сражаться, это было бы довольно опасно для них. Их бы отбросило и нанесло им урон. И учитывая, что у Спиритов Асгарда прирост энергии намного больше, сейчас он превосходит своего соперника на 40 энергии в минуту. У него прирост энергии плюс 69. У Кэлтоса плюс 29. Я не знаю, что Кэлтос планирует делать, но ему нужно больше энергии. Нет, сейчас Кэлтос выстроил наконец-то генераторную ферму полную на своих ближайших генераторах. И у него теперь грост энергии более-менее поднялся. 59. Это относительно нормально. Я почему относительно довольно... Это нормально. Точка победы перекапывается скаутами. Да, опять, как я говорил. Я все время говорю правильные вещи. Как я говорил, в один на один очень хорошим приемом является выделение одного отряда просто для перекапывания всего. Эти скауты очень опасны ситуации. Возможно, они не убегут. Возможно, что Спиритов Асгард просто приказал им туда идти и забыл про них. Не забыл про них, просто переключился в этот момент на какие-то другие дела. А когда я обернулся, скауты уже были в окружении космонесантников хаоса. Геретики атакуют техмарина. Конечно, у него огромная регенерация. Даже благодаря ней он смог докопать точку. И сейчас спокойно бежит на базу, регенерируя по дороге. Итак, кнопка. Сейчас у Спиритов Асгарда очень много ресурсов. А Келтус еще даже не перешел на второй тир. То есть, я не думаю, что он вообще будет делать, скажем, блаткрашеров, которые очень популярны среди хаоситов сразу же по переходу на второй тир. Просто потому, что, ну, у него нет преимущества никакого. Хотя, возможно, и сделают его все равно. Просто для того, чтобы вынудить ласкушку на этих девастаторах. Возможно, кстати, что Спирит... Спиритов Асгард делает Дредноута? Замечательно! Я очень редко вижу этого... Вообще... Подобные механизмы в играх. Шагатели. В играх. И мне очень приятно увидеть его использованным. Особенно в игре такого высокого уровня. Между такими замечательными игроками, как Келтус и Спирит. И, похоже, теперь Спирит, да, он послал этих токсикалов для того, чтобы похросить генераторы. Я думаю, они смогут убить ровно один до того, как Хауслорд их догонит и атакует. Да, сейчас им стоит бежать. Они просто залезли в здание. Хауслорд слишком толстый, чтобы заходить в здание. Он в терминаторской броне. Токсикалы опять вышли из здания. И Хауслорд уже заказывает броню Инферно. Это очень мощная броня, которая позволяет ему пуляться огненными шарами. Способность называется «Пусть вселенная пылает». Она очень мощна. Она очень мощна. И с ее помощью в боях против более слабеньких армий... Слабеньких? Армии, состоящих из менее толстых солдат. То есть, в принципе, всех, кроме космодесантников. И космодесантников Хауса. Даже одним залпом из этой брони Инферно можно вынудить армию соперника бежать. Что она очень мощна. И замечательный залп «Пусть вселенная пылает». И очень много этих тактикалов погибло. Выжил только сержант. Девастаторов погиб один член отряда. Дредноут вышел на поле боя. Один раз ударил кулаком по земле. Келтос делает хавоков. Очевидно, он не хочет терять преимущество анткарты. То есть, первому отряду хавоков он уже выдал ласпушку. Это самый очевидный каунтер для этого дредноута. И дредноут закончит то, что не успели закончить эти тактикалы. Дождет генераторы. В принципе, с тем же успехом он может добить их руками. И где же хавоки? Старые. Они бегут на базу. Потому что им вот примерно с этих позиций было до сюда быстрее бежать с помощью отступления. И сейчас, несмотря на то, что у Келтоса... Нет, так. Так, у Келтоса сейчас преимущество. Эта панелька опять багит. Так что сейчас синие точки в этой панельке это точки Келтоса. А красные это точки Spirit of Asgard. Несмотря на то, что в игре наоборот. Такой баг случается, когда в кастомных играх выставлены случайные позиции игроков. То есть, в обычных играх эта база синяя, а эта база красная. То есть, всегда. И поэтому в случайных позициях эти базы иногда могут... Их цвета могут менять местами. Я не знаю, почему такое бывает. И этот баг происходит. И Spirit of Asgard делает отряд скаутов для того, чтобы бегать и перекопать все эти точки. Все эти точки должны быть перекопаны. Потому что Spirit of Asgard не хочет отдавать преимущество по ресурсам своему сопернику. И несмотря на то, что у Келтоса уже довольно давно есть хабоки с противотанком. Они еще ничего не сделали. Вот этот дредноут, он ходит где-то далеко. И дредноут берет штурмовую пушку. Замечательно. Штурмовая пушка это очень мощное оружие. Конечно, многие игроки предпочитают оставлять дредноута в рукопашном моде. Но... Это не всегда полезно. То есть, дредноут со штурмовой пушкой это просто замечательный, очень дамажащий юнит дальнего боя. При этом он очень толстый. Что, посмотрите, как мало урон наносит ему у вас пушка. И он может делать вот так! У-у-у-у, как красиво! Мне просто жалко этих хаоситов. Так это было больно. Этому техмарину стоит открыть огонь по хавокам, потому что... Нет, он убегает вместо этого. У дредноута осталось еще тысячи жизней. Он сможет спокойно перестреливаться с этими космонистиками хаоса. И в этом углу поставлено светилище хаоса, которое будет вызывать бладлеттеров. Конечно, довольно удобная штука, эти бладлеттеры. Они, в принципе, в ближнем бою отряд бладлеттеров может забить дредноута. Ну, со штурмовой пушкой это точно сможет. Просто потому, что у них типа атаки милихэви. Этим космонистикам хаоса докупается Аспайринг Чемпион. В ретрибьюшене ему убрали все шрамы. Теперь он все равно выглядит как Элифас, только без шрамов. Да, более рэп. Просто в ретрибьюшене он выглядел просто как Элифас. И сможет ли он добить? Нет. Этот хавок с лаз-пушкой убежал с 27 жизнями. Ну, уже больше. Но когда он убегал, у него было 27. И пока что благодаря толстости этого дредноута и просто его полезности, Калтос не смог его законтрить. Просто потому, что... И кровавая жертва, примененная на вызванном кровопускателе, это замечательно. И, конечно, кровопускатели, вызванные кровавой жертвой, они смогут отпугнуть этого дредноута. И я помню времена, когда Калтос был фактически единственным игроком, который мог эффективно использовать кровавую жертву. То есть, он очень хорошо ее использовал. До многих патчей она была очень сложна в использовании. То есть, эти кровопускатели оставались ненадолго, и эффективно их использовать было сложно. Но Калтос это делал, потому что он такой замечательный. И сейчас кровавая жертва была очень сильно бафнута. Калтос, на самом деле, был не очень рад, когда это сделали. Потому что, ну... Использовать кровавую жертву с тех пор мог не только он. Но это было сделано. Сейчас кровавая жертва намного усилена. Сейчас у кровопускателей не вычитается энергия, если они находятся рядом с маляющимися еретиками. И, в принципе, этот дредноут бы погиб, если бы рядом не был техмарин и отряд скаутов. Для того, чтобы его чинить. И выстрел лаз пушки под дредноуту. Посмотрим, насколько эффективно это все будет. И Калтос делает кровопуск... кроводавца. Он не сделал его сразу же по переходу на второй тир. Потому что он понимал, что, как в момент для раннего кроводавца упущено, преимущество он уже не получит. А сейчас он его делает просто потому, что против данного состава армии кроводавец будет хорош. То есть, кроводавец сможет добить этого дредноута. И дредноут от кроводавца не убежит, потому что тот просто намного быстрее. И если спирит не сможет защитить этого дредноута от кроводавца, то тот, возможно, погибнет. Кроводавец, конечно, это один из самых мощных шагателей в игре. Не знаю, можно ли считать его шагателей? Я бы назвал его, скорее, кавалерией. Но Блоткрашер является одной из самых эффективных техник в игре. Благодаря своей скорости, главным образом силе атаки. И тому, что он является демоном. И получает регенерацию рядом с поклоняющимися эритиками. Это все, конечно, замечательно. Но посмотрим, насколько Келтос успешно сможет применить этого Блоткрашера. И Техмарин уже взял шары Амнисии. Это противотанковые гранаты, которые станут вражеские механизмы. И, как небольшой бонус, они вычитают энергию своей цели. То есть, они могут быть использованы даже, скажем, против Аботикарии. Я ни разу не видел это использованным против Аботикария. Просто говорю как пример. То есть, они полностью вычитают энергию у врагов, попавших в радиус действия этой гранаты. Так что, если, скажем, вы за Техмарина сажаетесь с Аботикарием. И вы хотите предотвратить его лечение. Вы можете просто зарядить по нему шарами Амнисии. У него не останется энергии. Это отличная идея, кстати. Если бы я играл за Космодесант, я бы и воспользовался. Если я как-нибудь буду играть за Космодесант, то я буду играть за Техмарина. Блоткрашер напал с неудачной позиции и был немножко застанен этими тактикалами. О, отличная пусть вселенная пылает, убивает скаутов. Шары Амнисии попадают в этого Блоткраша, носят ему урон. Они вроде не носят ему урон. Просто станет... Блоткрашер погибает. И Спирит оф Асгард вызывает... А, не туда кликнул. Вызывает... Почтенного Дредноута. Вот этот золотой красавец бесконечности. Сейчас он будет всех убивать. Потому что он такой крутой. Конечно, почтенному Дредноуту нельзя выдать штурмовую пушку, но ему это и не надо. Он и без того очень крут. Сама идея о том, чтобы выдать оружие дальнего боя такому почтенному воину, веритично. Он слишком хорош для этого. Девастаторы бегают и перекопывают карту. Иритики бегают и перекопывают карту. Опять же, это очень важный прием для 1 на 1. В остальных режимах это не так заметно. Потому что там как бы все поделено более-менее на линии. И партизанить особо негде. Спирит оф Асгард спрашивает, как тебе турель? И... То есть... Хорошая ли это была турель, или стоило ее пропустить? Калтус говорит, что турель была нормальной. Напоминаю, что это дружеский матч двух игроков. Они не играют в таком турнире. Вместо этого... Таран по этим еретикам. Так-то неудачники. И... Штурмовая пушка. Эти два Дредноута явно сработались. Они замечательно убили отряд еретиков, отступающий с полными жизнями. Но, конечно, теперь у Калтуса есть... Плагмарины и... Девастаторы с лаз-пушками. Это очень опасно. Для этих Дредноутов. Потому что армия спирит оф Асгард состоит главным образом из техники. В принципе, логично, учитывая, что он техмарин. И он использует способность перегрев на своей плазме. Это позволяет ему стрелять с огромной скоростью. В принципе, он не нанес большого урона этим мудмаринам, но... Против меньших целей эта способность может быть очень разрушительна. Даже против терминаторов она очень сильна. Почтенный Дредноут. На нем использована глобальная способность для починки. И спирит оф Асгард делает ландрейдер. Не помню, говорил ли я это. Но ландрейдер... Очень своеобразный механизм. То есть, с одной стороны, он очень хорош для того, чем он является. То есть, это БТР. Фактически, мобильная крепость. Да, он хорош для обороны. Защиты. И, ха, Кэлтос выдал двум своим хавокам ласпушки. Потому что, ну, он логично решил, что если уж у его соперника есть два Дредноута, он может выдать ласпушки двум хавокам. Потери, нанесенные спирит оф Асгарду. Потенциальные потери, нанесенные спирит оф Асгарду. Этими ласпушечниками окупятся вполне. И ландрейдер выезжает на поле боя. И о чем я говорил. Ландрейдер хорош для того, чем он является. То есть, мобильная крепость. И БТР. Но он, ну, для него нужна пехотная армия. То есть, к нему можно отступать. Рядом с ним можно пополнять отряды. И сейчас у спирит оф Асгарда просто, ну, нет возможности это эксплуатировать нормально. Зато у его соперника есть очень много ласпушечников. Но посмотрим, как он справится. В крайнем случае, этого ландрейдера очень много жизней. И он может послужить своеобразным магнитом для вражеского огня. Просто отвлечь на себя внимание. Но нет, похоже, что блестящий и золотой Венербал Дредноут. Это более яркая цель для противника. Но он-то ранит. И он убивает этих хавоков. Просто давит их своими ногами. Будут знать, как использовать дальнобойное оружие. Настоящие мужчины дерутся кулаками. А, отбрасывающий удар. Идите сюда, слабаки. Я покажу вам императора. Это звучало глупо. Так, эм... Галтос перекапывает. Он никогда не перестает перекапывать. Только за это он достойен уважения. Почтенный Дредноут, у которого осталось довольно мало жизней, чинится техмаринам. Этот Дредноут не чинится. Он ждет очередь за старшим товарищем. Старших надо пропускать вперед. Два отряда плагмаринов? Да. Нет, это мне показалось. Неважно. Галтос говорит... Спиритов Асгард сказал, нужно больше Дредноутов. Галтос говорит... Ну, какой-то смайлик. И этот почтенный Дредноут в очень опасной ситуации. То есть у него довольно мало жизней. 240. Вот. Пора отступать. Отличный залп штурмовой пушки. Вынуждает отступать... Нет, он вынуждает отступать только дзинчитов. Но настоящая опасность тут эти... Ласпушечники. Ну, я думаю, их ландрейдер сможет своей штурмовой пушкой побить, если он подъедет к ним достаточно близко. Сейчас он просто получает от них урон. Из спиритов Асгард делает еще одного Дредноута. Я бы сказал, что это очень плохая тактика, если бы она не была такой эффективной. Потому что... Если Келтос сумеет это законтрить, то есть... Ну... Спиритов Асгард будет просто... Ну... Не способен ничего сделать. Потому что обычно спамы неэффективные. Просто... Мультимельта? Это кое-чуть, что спиритов Асгард уже просто в шутку делает Дредноута с мультимельтой. Кстати, очки только недавно начали капать в пользу спиритов Асгарда. То есть... Они все еще идут довольно вровень. Этого Дредноута с мультимельтой? Это... Ну... Я... Я почти никогда не видел мультимельту. Врага... И Келтос делает свою зловредную слепоту. Выдвигается вперед. Что же он сделал? Ну, он просто подойдет поближе к Дредноутам, чтобы им сложнее было отступить. Оба Дредноута довольно сильно побитые. Зловредная слепота еще не кончилась. Но... Не такой уж и большой урод, если честно. Что он даст? Заряд гранат от Лондрейдера. Посмотрим, пытается, сможет ли Галтос добить один из этих Дредноутов. Но его противотанковые отряды бьют по разным Дредноутам. Им нужно сконцентрировать огонь. То есть, плодмарины били по... По... По чтенному Дредноуту. Ласпушечники били по... Дредноуту с автопушкой. И тем временем, Дредноут с мультимельтой... Подошел и атаковал всех сбоку. Те, мультимельта. Ну, посмотрим, против кого она будет полезна. Калтос делает еще один противотанковый отряд. Это именно то, что ему сейчас нужно. Как можно больше противотанковых отрядов. Потому что... Просто потому, что большая часть армии Спиритов Асгарда — это техника. А против техники эффективны противотанковые отряды. Они так называются, потому что они эффективны против техники. И... Спиритов Асгард только недавно смог вырваться более-менее вперед. У него тут нет никого, кто мог бы его чинить. Всего тактикалы... Сейчас бегают и перекэпывают. Его Девастаторы бегают и перекэпывают. У него нет скаутов. Они, по-моему... Да, они были убиты... Довольно давно уже. Эта... Пусть селенная была от... Хауслорда. И кто-то умер. Да, один Девастатор помер. Под атаками этих двух динчитов. Техмарин воскрес. Он шестого уровня. Очень мощно. И у меня такое чувство, что... Кто... Один из этих Дредноутов должен умереть. Не могут быть Дредноуты такими живучими... В игре с такими хорошими... С таким хорошим соперником. Вот. Почтенный Дредноут. У него осталось 100 жизней. Еще одна ракета и он помрет. Одна жизнь. А! Ну, Дредноут уже точно... Умер. У него активирует способность стоицизм. Которая буквально означает, что после смерти... Почтенный Дредноут будет еще 10 секунд адово превозмогать. Потому что он так крут. Эм... Да, после этого он умирает. Но... Ценой жизни почтенного ветерана Дредноута, величайшего воина Чаптера, Спирит оф Асгард удержался. Ему нужно продержаться на протяжении еще 100 очков. Для того, чтобы выиграть. Посмотрим, сможет ли он вызвать еще одного почтенного Дредноута. Я думаю, что у него уже хватает красного. Вопрос в том, хватает ли у него обычных ресурсов. Я не помню, сколько точно денег стоит почтенный Дредноут. Но надеюсь, что... Спирит оф Асгарда на них хватит. Дредноут с мультимельтой показал себя довольно неплохо. То есть его, конечно, не убили, потому что у Калтаса была более блестящая мишень для стрельбы. И эта колонна какая-то незабиваемая. Ландрейдер ее вежливо объезжает. И у Калтаса осталось 94 очка. Это, несомненно, была довольно смешная игра. То есть, ну, просто необычная тактика. При том, что эта тактика сработала. То есть очень редко можно увидеть игру, в которой игроки делают что-то нестандартное. И они с этим... И они преуспевают в этом. То есть я, конечно, рад, что это случилось. Что такая забавная тактика, как мастер Дредноуты, подействовала. И Хауслорд стреляет, пусть вселенная пылает. К сожалению, эта способность... К сожалению, для него эта способность не наносит урона Дредноутам практически. И кто же высаживается на поле боя? Ааа, терминаторы! Эти слабаки. Я-то думал, что это другой почтенный Дредноут. Готовый принести еще немного счастья в этот мир. Но нет, это всего лишь терминаторы. Им сейчас, скорее всего, будет вынаштурмовая пушка. Они уже убили противотанкового... Противотанковых авоков. И терминаторы несут большие потери от этих двух отрядов космодесантников Хаоса. Просто потому, что их тип атаки это плазменное оружие. Ну, плазма. А терминаторы, как супертяжелая пехота, несут от плазмы дополнительные 25% урона. Да, им заказывает штурмовая пушка. Очевидный выбор в подобной ситуации. Штурмовая пушка носит огромный урон по одиночным целям. Терминаторы несут такой огромный урон. Я уже думаю, что и правда, почтенный Дредноут был бы лучшим выбором в данной ситуации. Просто потому, что... Ну... Хотя... Тут и против почтенного Дредноута достаточно каунтеров. Неужели Дредноут с штурмовой пушкой погиб? Как некрасиво. Один за другим почтенные Дредноуты погибают. И почтенный не всмыслен название юниту, просто эпитет. Терминаторы депортируются. Они могут остановить отряды рядом с этим ландрейдером, который никто так и не чинил. Калтус было начал делать еще один отряд лордмаринов, но он передумал. Девастаторы отступают к этому ландрейдеру. Замечательно. Терминаторы так и не стали пополняться. Еще один Дредноут погиб. И... Как же мне его жалко. Все равно, это была очень эффективная тактика. Забавно, что она сработала. Я не уверен, что игрок меньшего уровня, чем Spirit of Asgard, смог бы такое провернуть. Но в целом ничего сложного не было. Он просто использовал Дредноута с штурмовой пушкой и очень эффективно использовал. То есть... Его штурмовая пушка и сама естественная толстость Дредноута позволяет ему переживать столкновения с противотанковыми отрядами. То есть... Его толстость позволяет принимать их урон, а его штурмовая пушка позволяет их убивать в ответ. Терминаторы пополнились рядом с ландрейдером. И... Медленно и ласково техмарин чинит. Свой ландрейдер. Эти штучки спереди больше не горят. Они вроде бы горят, когда... Выпускают гранаты. И сейчас у Spirit of Asgard больше не осталось никакой техники, кроме этого ландрейдера. А... Калтос сделал с его Дредноута. Хаоситские Дредноуты выглядят очень круто. С этими клетками наверху, в которых лежит скелет. Вполне возможно, что это скелет, в общем-то, пилота этого Дредноута. Учитывая специфику Дредноутов Хаоса, и шар Амнисии наносит ему неплохой урон. И станет... То есть... С техмарином, у которого есть шары Амнисии, даже не обязательно заказывать какой-то дополнительный противотанк. Обычные тактикалы неплохо справляются. Еще одна ракета! И Дредноут умрет! Конечно! Он ведь не лейлист! Куда хасит? Нет, эта ракета промахивает! Мне так стыдно за этих тактикалов. Куда я их учил стрелять? Эти штучки спереди ландрейдера горят, только что выпустив гранаты. Вот они прекращают. Давайте! Давайте, тактикалы, выстрелите один раз по нему! Одна ракета! И все! Этот хасит умирает. Он не прожил и десятой доли того времени, которые продержались на поле боя дредноуты Спиритов Асгарда. И Калтос сдается. Это была очень интересная, очень красивая игра. Спиритов Асгард провернул необычный билд, и он подействовал. Калтос, ну, под конец игры уже практически ничего не мог сделать. И в этой последней атаке он просто уже слил все свои войска самостоятельно, потому что он понимал, что в данной ситуации у него уже нет шансов победить. Это, конечно, была замечательная тренировочная игра. Судя по описанию, это была первая победа Спиритов Асгарда из трех их игр с Калтосом. И надеюсь, вам понравилось. Это была замечательная игра, я это говорю в десятый раз. Но это была такая замечательная игра, что я могу сказать-то хоть двадцать раз. Надеюсь, что она вам понравилась так же, как и мне. Подписывайтесь на канал, приглашайте других людей в мой канал. И когда у меня наберется 200 подписчиков на ютубе, я запущу новое еженедельное шоу, в котором сможете принять участие вы, мои зрители. Там будут использоваться ваши реплеи. На этом все. До свидания.